В двухлетнем возрасте ребенок становится мятежным и начинает сопротивляться родительской власти. Нужно научить его чувствовать четкие границы дозволенного и не чувствовать себя угнетенным, а понимать, что так заведено. Есть законы, и нужно слушать родителей с радостью. Нужно говорить с ними, что хорошо, а что плохо, и объяснять, почему. Почему? Приучать ребенка с самодисциплины с ранних лет. Как правильно сидеть, есть, жевать, что кушать. Ребенок с детства, усвоивший набор законов, сумеет действовать осознанно и обдуманно, даже когда рядом нет родителей. Потом ему будет легче жить в нашем скоростном мире, в семейных отношениях, в школе, среди товарищей и в широком окружении, и в коллективе. Сегодня дети схватывают на лету всю информацию, наблюдать за ребенком, за его особенностями. Одни дети медленные, другие быстрые. Не торопите медленного ребенка. Даже не сдергивайте его с горшка. Пусть это займет ему столько времени, сколько ему нужно. Психика таких детей делает все основательно. Тогда он не будет страдать запорами или синдромом раздраженной кишки, что ведет к заболеваниям желудка. Он не станет садистом. Быстрого ребенка нужно готовить, чтобы отдать в спортивную школу для занятий им тем спортом, который он выберет. Нужно играть с детьми, чтобы они как можно больше смеялись, находились в радости. Забота взрослых, смех, радость создают им ощущение счастливого детства. Вы ведь этого хотите. Необходимость, строгость и снисходительность воспитании. Дарить ему тепло и любовь, но и наказывать его. Ни в коем случае нельзя бить ребенка. Наказание должно быть в виде запретов пойти на улицу, в ограничении движений, в запрете делать то, что ему нравится, в занятии спортом или не читать его любимую сказку. Он должен бояться не наказания, а совершить плохие поступки, которые могут навредить ему в жизни. Нужно поощрять его быть чутким к нуждам других детей. И нужно осознавать, что ребенок – это маленький эгоист. Нужно объяснить ему, что этот эгоизм подталкивает его к плохим поступкам. И научить его справляться с ним, обсуждать с ним его поступки. Научить думать, прежде чем совершать их. Поощрять его делиться игрушками и получать от этого радость. Не забирать у них игрушки и давать другому, если они этого не хотят. Нужно, чтобы они сами хотели делиться. Для этого нужно поощрять их за хорошие поступки словами, хвалить их. Возьми его на ручечки. Вот умница. Андрюшечка, давай быстренько к Ванечке. Нет? Ну иди, пожалуйста. А почему нет? Нет, моя хорошая, а почему нет? Нет, скажи, не хочу сказать. Мы видим. А этот наелся, молодец. Учить его жить среди людей. Что значит жить среди людей? Что другие такие же, как и он или она, и что к ним нужно относиться так же, как ты хочешь, чтобы к тебе относились. Меню? Да, меню? 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 Меню?